Здравствуйте! Это программа «Квартирный вопрос». Мадам Пампадур в своем изысканном и роскошном 18 веке даже не подозревала, что имя ее и стиль, который с ним ассоциируется, будут так популярны у обитателей типовых российских квартир. Эту комнату хозяйка не называет иначе, как «Квартирный бодуар». Им-то мы сегодня и займемся. Привет! Здравствуйте! Проходите! Володя и Лена по первой своей профессии актеры. После театрального училища 6 лет работали в Таллине, в Русском драматическом театре, а в начале 90-х вернулись в Москву. Сейчас Володя – режиссер театральной студии, Лена – ведущая радиостанции. Дело в том, что мы актеры, поэтому, я не знаю, может быть, это подсознательно родилось, что нам хотелось какой-нибудь, знаете, такой вот, чтобы все было вот так вот золотое, изысканное, такое вот, чтобы такое парчевое, ну, чтобы так все блестело и сверкало. Жена говорит, блестела? Я ее сразу поправил, чтобы это не было цыганщина такая. Ну, а главное украшение нашей комнаты – это вот наше дерево любимое. А на самом деле это китайская роза, цветет большими, такими розовыми цветами. И мы как-то боимся с ней расставаться. На самом деле она как член нашей семьи, потому что у нас вот собака и дерево, мы с ними разговариваем. Вот я когда обрываю листочки, я начинаю там, ты прости, дорогая, там, извини, но приходится, что делать, я объясняю ей, потому что, ну, тяжело. Ну, я бы не знал про это. Это тайно, да? Помните, как наши родители жили? Салфеточки, потом разные вот эти шторы свои какие-то вязаные, все вот, коврики какие-то. Сейчас вот эту не примут, сейчас на даче самому делают. Ты что, хочешь, у меня коврики вязать? Я не в этом говорю, я по духу буду, чтобы тебе было, как, сливаться было тем, что можно было, извини, даже помереть спокойно. Я что смеюшся, правильно? Нет, мам, мы начали с тобой с Версаля, а закончили тем, чтобы стелить салфеточку и помереть около нее. Нет. А сейчас момент, который стал уже традиционным в нашей программе, но от этого не перестал быть очень волнительным. Хозяева покидают свою квартиру. Страшно? Немножко. То есть, Гала, вы понимаете, что это абсолютная авантюра с вашей стороны. Эксперимент, я бы сказала. Жизнь всегда эксперимент. Ну что же, дорогие хозяева, настал момент прощания. Счастливо вам тогда и возвращайтесь в хорошем настроении. Ну, а это нам будет обеспеченное число. До свидания. Так, ни пух, ни пера, все. Счастливо. Черт. Пока. Счастливо. Ну вот, можно начинать. Вика, что можно сказать об этой комнате? Ну, комната очень всем знакома. Лет 20 мы живем примерно в таких комнатах. Стенка слева, диван справа, окно с ламбрикеном. И дальше мы, как бы фантазия нас не гуляет. Ну, не страшно, не страшно. Наша хозяйка смелая, оригинальная, интересная женщина. Ее фраза «Помпадуристый бутуар» – это здорово, просто здорово. Виктория Кручинина, декоратор. Работает в России и в Европе. Созданные ею интерьеры публиковались в престижных европейских изданиях. «Помпадуристый бутуар» – это будет наш такой лейтмотив. Все будет здорово. Можем приступать? Конечно. Тогда начнем. Окей, поехали. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зеркала – вещь хрупкая, поэтому обращаться с ними надо нежно. Кроме креплений вверху и внизу, их фиксируют силиконом. Вика, для чего такие огромные зеркала? Мы работаем в стиле помпаду, бутуаристый помпаду. Стиль предполагает какую-то розысказ, изысканность, загадку. Ну, и вот один из приемов, который идет с давних времен, тех же 18 века, это зеркала, которые добавляют воздух, интригу, полностью меняя все пространство. Поэтому, применив его здесь в данном варианте, мы получим очень, я бы сказала, изысканный эффект. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Для пола используем два вида покрытия. В комнате сизаль, циновка из натурального волокна, в прихожей ламинат. Выглядит почти как паркет. На самом деле это многослойное покрытие, в основе которого древесно-волокнистая плита ДВП. Сверху бумажный слой с рисунком и прозрачный защитный слой. Пластины склеивают между собой специальным клеем. Мы заканчиваем делать пол, и для того, чтобы обыграть вход в наш будуар, мы используем такой прием, не совсем обычный. В чем он заключается, Вика? Таким образом мы стараемся подтвердить нашу торжественность, подчеркнуть парадность интерьера. Наши дорогие материалы, ламинат, сизаль, мы их расширяем, углубляем, и строим как бы визуальную лестницу, холл в парадный вход. И немного расширилось пространство прихожей. Естественно, прихожей мы визуально расширили, улучшили ее функциональность, поскольку мы там поставим лавки, все будет удобно переодеваться, переобуваться, собаки ходить бродить. Но в то же время это парадный ход. Зеркало в интерьере – это дама, приятная во всех отношениях. И что особенно хорошо, возраст для него не минус, а плюс. Если у вас сохранилось потускневшее бабушкино зеркало, то вам очень повезло. Несколько декораторских приемов, и вы обладатель изысканной вещи. В коллекции у меня появилось зеркало, в котором лет 200, наверное. Я точно не знаю. Я его хочу привести в порядок и задекорировать. Теперь мы возьмем органцовку, сделаем максимально насыщенный раствор и прожарим дерево. На дереве мы видим, где-то не хватает каких-то деталей, например, части резьбы нет в этой зоне. Оставим все как есть. Нам нужно это подчеркнуть его красоту, сделать ее более явной, современной, и, может быть, даже сделать это зеркало более наивным. Для этого берем красочку, золотую и серебряную. А дальше начинаем тонировать. Движения должны быть легкими. Кисточка почти сухой. Говорят, что серебро золотом не испортишь. Последние штрихи мы нанесем, используя золотую фольгу. Это специальная фольга для полиграфии и для тиснения. Но продается она свободно в художественных салонах. Это зеркало, мне кажется, для любого интерьера подойдет. Оно само по себе объект и уже произведение. Оно само по себе объект и уже произведение. Оно само по себе объект и уже произведение. Это квартирный вопрос. До прихода хозяев осталось совсем немного времени, а мы только начинаем декорирование нашего бодуара. Это вот сюда, ребят. Вика, мы отсюда убрали стенку, но, похоже, хозяева не заметят ее отсутствие. Мы ломаем стереотипы корпусной мебели. Быстренько все декорируем тканью. Вот у нас шикарная колонна, шелковая, помпезная, держащая на себе весь интерьер. Внутри у нас шкаф. Вся одежда свесла. Тут же мы можем посмотреть в зеркало, при себя привести в порядок и идти на работу. Там у нас просто нравится. У нас стоит вниз. Вот так он должен стоять. В нашем интерьере должно быть много предметов. В общем, мы не должны бояться предметов. Чем больше мы усложняем структуру, тем глубже будет смотреться наш объем. Даже несмотря на то, что у нас небольшая комната. Это правильный ход, усложнение цветом, формой, темные цвета, сложные структуры. Они делают как шкатулочку, ларчик. Мы получаем хороший глубокий объем. Откуда предметы, которые мы сюда ставим? Поскольку стиль панкадур, он предполагает историзм, поэтому мы много набрали блошиных предметов, которые принесут свой шарм. Например, вот эта блошиная люстра с красивым хрусталем, бронзой, которая принесет такой вот изыск. У нас блошиного рынка, купленный на вернисаже неделю назад. Ее отмыли, почистили. Теперь она вот такая помподуристая, красивая станет в нашем интерьере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика, ты довольна результатом? Я очень довольна. Получилось изысканно. К чему мы стремились? Мы сломали стереотип. Мы использовали драпировки, которые заменили нам все элементы мебели, и в то же время придали тайны, релаксации, загадки, красоты, и добавили зеркал. Все это в целом создало такую интригу, интим и изысканность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень волнительный момент. Хозяева уже за дверью. Сейчас они войдут. Здравствуйте. Входите, пожалуйста. О-о-о! Мамочки! Ничего себе! Ходите. Боже мой, боже мой! Мой бог! Можешь дать? Можно, да? вот имя знаете большое спасибо тут сейчас скажу на такую что хочется здесь остаться надолго просто иногда хочется уйти куда-то иногда дома не то что надоедает а когда-то и сменить обстановка здесь настолько уютно думаю не знаю даже моя любимая фраза умереть от счастья счастья поклоняюсь все а трудно даже представить что сказала бы мадам помпадур попав в эту комнату. Одно можно утверждать с абсолютной уверенностью. Этот интерьер соединил в себе изысканную непрактичность 18 века с добротной функциональностью, так высоко ценимой в наше время. Это была программа «Квартирный вопрос». Смотрите нас на канале НТВ. Бокалы какие, смотри. Мне бы очень хотелось, чтобы вот с этого началась какая-то жутко удачливая полоса в нашей жизни, чтобы что-то кардинально поменялось, и все это благодаря вам огромное спасибо. Вот я не знаю, действительно, у меня просто нет слов, и есть сплошные эмоции, их можно выражать бесконечно долго. Но то, что мы видим, это вот действительно, я думаю, что это нам как-то поможет. Спасибо. Так, вот этими звуками будет начинаться наше утро. Попутка, попутка.